Ну а свыше 4 тысяч человек сегодня снизили свои шансы заразиться, получив прививку. Всего же с начала марта вакцинировались более 124 тысяч жителей Молдовы. Из них 11 тысяч получили вторую дозу. Эта цифра значительно увеличится в ближайшие недели после того, как из России поступила первая партия «Спутник Ви». Сыворотку привезли на выходных самолетом, на борту которого находились председатель ПСРМ Игорь Дадон и депутат Госдумы Виктор Селиверстов. В аэропорту делегацию встретила председатель парламента Зинейда Гречаной. В аэропорту лидер ПСРМ Игорь Дадон отметил, что несмотря на все препятствия, которые чинили несколько высокопоставленных лиц Молдовы, партия вакцины все же прибыла в нашу страну. Было очень много попыток помешать этому. Во-первых, были попытки на момент регистрации, и вы знаете, с администрацией президента Молдовы пытались не дать возможность зарегистрировать вакцину «Спутник Ви». Потом хочу вам сказать, что были буквально до вчерашнего дня попытки заблокировать подписание контракта на поставку «Спутник Ви». Я не буду сейчас раскрывать все скобки, но некоторые государственные деятели не хотели подписать вчера контракт. Я уже был в Москве, мы уже грузили, не хотели подписывать. Усилия Дадона и партии социалистов по доставке вакцины «Спутник Ви» в нашу страну оценили представители Госдумы Российской Федерации. Мы очень благодарны настойчивости националистов Республики Молдова, парламента Республики Молдова, за то, что мы сумели в кратчайший срок сделать большую работу по доставке первой партии вакцины «Спутник Ви» в Республику Молдова. Подчеркиваю, первая партия, она не последняя, в течение мая будет доставлена еще партия вакцины «Спутник Ви», которая показывает почти стопроцентную эффективность при привитке. Российский чиновник также отметил, что московские власти будут рядом с Молдовой и во время кампании по иммунизации. Перед этой болезнью равны все. И очень важно, чтобы та помощь, которую оказала и оказывает Единая Россия в Братской Республике Молдова, дошла адресно, в первую очередь, до критических категорий граждан, до учителей, до врачей, до пожилых людей. И нам очень важно, чтобы стабильность в плане борьбы с коронавирусом в Молдове была постоянной. И я думаю, что эта вакцина вам поможет. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Мы всегда с вами. В свою очередь, председатель парламента Зинаида Гречаны поблагодарила партнеров из Российской Федерации за сотрудничество и поддержку. Президент Российской Федерации, Государственная Дума откликнулись на нашу просьбу. И предоставили сегодня первую партию, за ней будут другие партии. И очень благодарна за содействие еще раз. Пожалуйста, передайте Вячеславу Викторовичу Володину, Владимиру Владимировичу Путину за вот такое содействие для оказания помощи Молдовы. Теперь в центрах вакцинации будет выбор, говорят люди. И это не может не радовать. Тем более, что спутник ждали многие. Спутник. Витья? Ну, я больше доверяю ему. Конечно, я думаю, что хорошо, когда есть выбор. И любая вакцина лучше, чем никакая в любом случае. Я все-таки спутника хочу. Почему? Ну, как-то больше прорекламировали. И вижу, что вся Россия прививается. И очень рада этому. И ждем еще. Я спутник хотела. Российский, конечно, только. Ну, по показателям, во всяком случае, у них 92%. И сейчас другие вакцины там российские. Поэтому хотела бы. Проболела, но уже 5 месяцев. Надо вакцинироваться по новой. Потому что дает... Такие осложнения дает все это, девочки. Это не шутка. Надо вакцинироваться. Какой вакцин вы предпочитаете? Спутником. Почему? Только. Почему? Потому что она самая хорошая вакцина. По всем данным, по показателям, она имеет 97% качественная. Понимаете? В то время как другие не придают особого значения типу вакцины. Они говорят, что ждут любую доступную сыворотку. Девакцинар, несерьезно. Да, мне ащтепт рэндур с мари плэцер. В ближайшее время будет доставлена вторая партия до спутника ВИИ. Напомним, 60 стран уже зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса.